Поэт, карнавальная маска, форсайт. Нет, это не просто набор слов, а конкурсное задание для 19-го детского сада группы «Почемучки». Три главные позиции будущих сценариев – профессию, орудие труда и формат выступления – определяли путем жеребьевки. Герой постановки, не зная, как мечтает стать поэтом, создает волшебную маску, с помощью которой отправляется в будущее. У нас очень хороший воспитатель Светлана Константиновна. Она все придумала нам, сделала весь сценарий, который нам очень понравился. Мы решили выступить. Она заболела. Ну да, к сожалению, такая печальная немножко история. Сделали реквизит, конечно, вот что-что, а вот реквизит, да, пришлось немножечко потрудиться. Яркие костюмы, необычные декорации и растули для фантазии креативных творческих решений. Команде первого детского сада выпала профессия «Рещик по дереву» с условием, что на сценке обязательно должны присутствовать глиняные изделия. В конкурсе они участвуют уже в третий раз и в прошлых годах становились призерами. У нас принимают участие ребятишки подготовительной группы со своими мамами. Все довольны, все приняли участие в подборе материала, в составлении сценок, для того, чтобы подобрать у нас глиняные изделия, изделия из дерева. Все это мы собирали вместе, вместе репетировали, все получили удовольствие. Надеюсь, сегодня мы вас порадуем. Театральный марафон профессии проводят в юбилейный пятый раз. В этом году он приурочен к году народного искусства. В городском конкурсе состязаются 16 команд из детских садов города и 5 команд, представляющих школу номер 7 и центр образования. В одной команде по два родителя со своими малышами. Последний день конкурсных показов прошел в среду, 17 ноября. Здесь есть блестящие выступления, блестящие команды и не хочется кого-то обижать и выделять. Все стараются, всем очень хочется победить, но я могу сказать, что стабильно, красиво и выразительно выступает 42-й сад, 37-й сад, 9-й сад интересен. Но вообще, по большому счету, все садики очень интересны. Подведут итоги и проведут церемонию награждения победителей призеров пятого темпа в эту пятницу, 19 ноября. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.